Так, ну что, я завела Виталинку в школу. Доброе утро всем, начинаю новый влог. Отвела Виталиночку в школу и пошла в сельхо. Раздеваться не буду, потому что я сейчас иду с собакой. Я не накрашенная, ну, в принципе, как всегда, да. Вот. Так, покажу быстропокупки и потом пойду с собакой. Потому что я еще с собакой не гуляла, а уже 15 минут десятого. Ну, а собака такая, что и до часу дрыхает. Пол батона взяла. Я там пол батона есть, не захотела тащить. Взяла опять валик вот такой вот для одежды, премия. Он классный, тут много слоев, очень. И он стоит сейчас 13 гривен по скидке. Вы не представляете, валик вот такой вот на палочке, да, с этим, с ручкой, дешевле, нежели купить вот этих вот 4 дешевле, нежели 4 запаски к нему. Представляете? Вот. Ну, нам всегда это надо, всегда актуально. Так, взяла гречаны, еле откопала, не было вообще гречаного хлеба. Взяла такой кусочек небольшой на 8 гривен. Дальше. Взяла детям киви. Виталинка любит киви у меня очень. Ну, взяла, потому что они полезные. И сейчас весна, надо кушать витаминчики. Киви, кстати, у нас по 45 гривен на 16 гривен взяла. Одну томатную пасту взяла. Сегодня варю харчо. Суп, да. Взяла горох. Ну, была хорошая цена, 11 гривен на него. Я взяла. Почему? Потому что, например, килограмм. Либо жареные пирожки с горохом сделаю, либо просто суп гороховый. Гороховую кашу я люблю пюре. Ну, найди применение, да. В нашей семье вообще ничего не пропадает. Бутылку взяла олейный по 28 гривен. Скидка была на... Может, пирожки буду жареные делать? Не знаю. Посмотрю. Половинку взяла Беларусь хлеба на основе картопляного пюре. Я часто беру такой хлеб Беларусь. Вот, вкусненький он, да. Взяла. Взяла 2 лимона, потому что я пью очень много воды с лимоном. И поэтому взяла по 31 гривне. Он на 10,66. От 6 2 лимона нормально выбрала. Такие неплохие. В дом по скидке была приправка до картопли. Вот такая вот взяла. Я хочу приготовить картошку. Я там смотрела, семья Бровченко, кто знает. Ну, кто смотрит, тот знает. Вот. Они когда-то готовили картошку, так как мужу нельзя кушать жареного. Они готовили в духовке на противне картошку жареную. Я хочу тоже так попробовать замариновать. Ну, типа, как я с курицей суткой готовлю. Только просто картошку, знаете. Потом ля паста взяла макароны. Они 19 гривен стоили, потому что у меня уже все макароны закончились. Один рис взяла круглый. Тоже килограмм. О, 22 гривна он стоил, да. Я взяла на, этот, как он называется, на харчок. Вообще, что-то в последнее время рис часто стала использовать. Вообще, рис это не моя крупа, его не люблю. Я гатынскую сметанку. Сметана подорожала, 25 гривен. И пучок зелени, по-моему, 18 гривен стоил. Укроп и петрушка взяла. Вообще, этот пучок взяла, потому что я взяла упаковочку редиски. Редиска там за 19 гривен, пакетик. И я себе такая думаю, сейчас приду, зеленушечка, редисочка, сметанка и будет салатик мне весенний. Ну, и тут-то было. Редиску не пробили на кассе. И за все это я заплатила 200 гривен. Честно говоря, я сейчас даже пересчитаю чек, потому что мне почему-то кажется, что это очень мало на 200 гривен я купила. Ой, раньше на 200 гривен, ху-ху-ху, можно было 4 дня жить. Ну, так все говорят, конечно. Все вспоминают и все говорят. Так, сейчас еще попью воды, потому что утром почему-то не влезла. Вода в меня мало попила воды. Не кушала еще вообще. Вот. И буду сейчас выгуляю Нику. Сидит он, молится на меня. Молится. Молится. Ты чего сама не выходишь? Села в лифт, поехала и все, вперед. Или пешком вообще. И буду супчик хорчо варить. Да. Чу-чу-чу. Девочка моя, девочка моя, девочка моя. Чу-чу-чу-чу-чу. Сейчас протрем глазки. Поглазки у нас закаканные. Некрасиво с грязными глазками ходить. Гулять. Тебя красивая должна быть. Выйдешь. И все. Сейчас покажу вам ее. Очень. 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 Очень лазки надо сейчас притру. И будет красивая собака. И нос, видите, всегда сухой в этой собаке. Всегда. Всегда. Всегда сухой нос. И слезки. Все. Пойдем гулять. Что? Мой завтрак. Вот такой вот. Простой, да. Вермишель. Макфа. С твердых сортов. Это перья. Называется. Курочка отварная голень. Шкурку я собаке сейчас отдам. И тут хрящики я всегда отдаю. И вот такая зеленушечка. Помыла. Просто буду кушать. Уже хочется зелени. Уже можно худеть. Уже организм не требует жирной пищи такой. Вот. Так что. Всем приятного аппетита. Так. Ну что. Варю я харчом. Значит. Показываю. Здесь у меня варится мясо на кости. Сюда я добавила пол луковицы. У меня просто валялась она. Как бы. Половинка была. И морковку одну. Сырую. Вообще я супы никогда не зажариваю. А. И рис я уже добавила. Кстати. Рис. Тоже такой лайфхак. Знаете. Бывает. Варишь рис. И. Ну. Голубцы. И не рассчитал. Он остается. Много его. Так вот. Я. Рис. Кидаю просто в заморозку. Так. Это у меня в Сацибеле ложка. Поэтому не пугайтесь. Сейчас посмотрю. Если этого риса мало будет. Я еще добавлю. Мясо на кости. У меня говядина. Как только косточка начнет отходить. Я вытащу мясо. Отделю от костей. Порежу кусочками. И брошу обратно в суп. Здесь у меня зажарка. И вообще. Да. Супы никогда не зажариваю. Ничего. Вот. Ну. На голубцы я делаю такую зажарку. Но тут я решила. Что. Харчо. Это такой суп. Хочется. Чтобы он такой. Знаете. Был. Плотненький. Насыщенный. Это у меня. Тут морковка. Лук. Чуть-чуть масла. Совсем чуть-чуть. И. Это замороженный перец. Сладкий. Мой собственный. Я замораживала. Поэтому. Вот я жду. Чтобы он разморозился. И. Упаковочку. Томатной пасты я добавила. Чумак. Вот такая вот. Чумак. Маленькая. 70 грамм. Вот. Сюда я. Сейчас оно. Когда этот перец. Раз. Разморозится. Разморозится. Чуть-чуть протушу. Добавлю соус. Сацибели. У меня домашнего приготовления. Соус делать вообще. Просто нечего делать. Кто хочет. Обязательно попробуйте. Значит. Здесь. Сливы. Либо алыча. Либо. Красная слива. Это по-моему у меня с красной сливы. Вот. Просто. Провариваете. Сливу. Потом на друшляке. И ее. На сито. Вот. Отделяете пюре. Просто протираете пюре. Через сито. И. Выливаете в кастрюлю. Начинаете. Кинзу добавляете. Разные приправы. Специи. Вернее. Не приправы. А специи. Разные. Да. Кинза. Укроп. Петрушка. Ну. Я кинзу не люблю. Я петрушку использую всегда. Вот. Что там. Чеснок. Острый перец. Красный. Короче. Очень-очень много. И. Буду добавлять сюда. У меня. Сацибели не острые. Буду добавлять вот такую острую аджику. Это верес. Аджика. Вот. И. У меня будет. Ну. Не знаю. Она. Она очень острая. Неполная столовая ложка на. Четырех-пяти литровую кастрюлю. Вот. Кориандр. Вот. В сацибели. Я вспоминаю. Что я добавляла. Помидоры. Туда можно добавлять. Ну. Короче. Очень-очень много. Вот. На. На. На ваш вкус. Я знаете. Когда делала сацибели. Я добавляла и пробовала. Добавляла и пробовала. Вот. Так. Добавила сюда томатную пасту. И плюс у меня еще вот здесь вот. Почему-то они у меня так сильно льда набрались. Много снега. У меня вот такие вот квадратики. Это замороженные. Просто перетертые томаты. Вот в блендере свежие томаты. Я взбила. Разлила в формочки для льда. И когда они заморозились. Пересыпала в кульки. Это я высыплю все прямо в суп. Ну прямо сюда вот в бульон. Я не буду прожаривать. Такую томатную я уже здесь прожарила. Вот. Сейчас оно чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть еще перчик вот тверденький остался. Вот. Вообще классно летом замораживать овощи. Особенно знаете бывает ешь, ешь. Наберешь там чего-то помидоров. Как в моем случае. Или я закрывала помидоры. А там были такие не очень хорошие попадались. Ну всегда такое. Оптом когда берешь. Ну потом я пообрезала там где было не очень хорошее. Остальное вот на блендер пустила. И прекрасные получились такие вот заготовочки у меня. Это намного лучше, чем томат покупать. Я в этот добавляла голубцы. Ну очень использовала хорошо. Это у меня последний. Я уже все добросаю. Не буду оставлять. У меня сейчас уже весна. Знаете, я пришла. И я хочу уже освобождать холодильник. Хочу доесть грибы прошлогодние, консервированные. Хочу все дожарить, доесть. Да. Так, рис еще добавлю. Хочу, чтобы он такой густенький был. Плотненький такой супчик был. Вкусненький. И вот эти вот помидорки, они замечательные просто. Можно было взбить просто перец с помидорами сладкий. Получилась бы тоже вкусная такая заправка. Издала больше огонь. Не хочу, чтобы оно сгорело. Я вообще, я же никогда, никогда не зажарку не делаю в супы. Вот, не люблю вообще, когда вот этот лук жареный. Знаете, боже, у меня свекров готовила ужасные супы, в которых плавал этот лук сверху жареный. Да и не только свекров. Очень много я приходила в гости. Такой такой суп, жир сверху, знаете, и этот лук коричневый. Фу, я в детстве ненавидела такие супы. Раньше вообще все с зажарками делали. Но у меня как-то в семье не делали с зажаркой супы. Меня еще, знаете, бесит, когда куриный супчик с вермишелькой, вот этот бульончик, знаете, делают тоже с зажаркой. Так, сейчас я сюда выливаю сацибелли и чуть-чуть сейчас перемешаю. Вот, и буду высыпать суп. Или сейчас не буду высыпать, потому что у меня еще там, по-моему, суп не готов. Это ближе к концу я буду высыпать. Вот, добавлю сюда сейчас аджику, чтобы она тут раскрылась в горячем виде. Вот, ну и будет такая заправка у меня ставить. Поменяю сейчас местами кастрюлю, потому что это на маленьком огоньке. Сказать, еще вот чесночка столько буду добавлять. Почему так много? Потому что он уже такой, знаете, весной суховатый, поэтому он весь не выдавится, поэтому так много. Сейчас добавлю сюда. Здесь у меня уже полным ходом кипит рис уже видно. Сейчас еще раз проверю. Если мало будет, я рисика еще добавлю. Ну, такое. Буквально жменьку, наверное, можно добавить. И в харчо еще добавляются молотые грецкие орехи. Ну, я сейчас посмотрю, не знаю, буду добавлять или нет. Попробую на вкус, когда я все добавлю. И тогда решу, потому что я то кушать буду, но я же не одна живу, знаете. Поэтому как-то так. Еще буквально 2 столовые ложки добавлю риса. Вот так продолжаем готовить. Так, ну что, закончила я варить харчо. Цвет вот такой он красновато-коричневый имеет. За счет орехов и социбели. Социбели темные, конечно. Вот такой вот цвет харчо получился. Орехи я в ступке вот так потолкла и добавила. Ну, где-то стакан орехов. Можно и без орехов, конечно, но в настоящее харчо добавляются грецкие орехи. Кто не знал, почитайте рецепт настоящий. Суп должен получиться кисло-сладким, остреньким. Вот. И такой вот насыщенный. Все, супчик доварила. Всем приятного аппетита. Пробуйте варить харчо. У меня сейчас еще минут 5 покипит. И выключать буду. Все, всем приятного аппетита. Еще поставила варить компот вишнево-смородиновый. Вот. И поставила вот такой вот. Сын попросил у меня рис с овощами. Ну, я чуть-чуть поджарила луковичку. Взяла курочка. У меня было 2 голени буквально отваренных. Порезала, добавила сюда без косточек. Добавила рис у меня круглый. И добавила вот такую смесь, да. Морковка, стрючковая фасоль, горошек, кукуруза. Вот. Добавила приправу камис. У меня кусочек вот карри. Вот. И посолила. Сейчас накрою крышкой и пусть оно все тушится. Будет типа плова. В конце я добавлю еще кусочек сливочного масла. Будет очень вкусно. Вот такая у меня сегодня еда. Вот. Погода классная. Настроение весеннее. В Киеве погода. Снега вообще почти уже нету. Обещают еще в марте морозы. Но я не знаю. Знаете, я не против мороза. Но желательно, чтобы снег уже не выпадал. Потому что опять это будет грязь под ногами. Сейчас все сухенько, так хорошо. Утром выходишь так морозно. Но все сухое. И мне через час бежать за Виталиночкой в школу. Поэтому я сейчас буду заставлять себя убирать в комнате. Так как я это ненавижу делать. Вот. Я бы еще 25 блюд приготовила. Накрыла бы столы на 2 дня рождения и 1 Новый год. Но только бы не убирала в квартире. И кстати, да, из находок. Пока рылась, искала овощи. Чуть не выкинула в компот. Вот такую вот вишню. У меня без косточек. Я специально, видите, замораживала без косточки. Оставлю. Сделаю детям вареники с вишнями. Как-нибудь. Ну, не как-нибудь. Вот на днях. Скорее всего, что-то буду делать с вечера. И на утро буду на завтрак подавать. Здесь у меня соль с розмарином от стейков осталась. Поэтому пересыпала в такую солонку. Можно кушать просто так. Вот такую карри я использовала. Камис. Вот. И такая у нас сегодня еда. Сейчас приму оливит. Короче, в инструкции написано детям нельзя. А в интернете полазило написано, что с 14 лет можно. И, короче, я сделала такой вывод, что я буду давать одну капсулу старшим детям в 2 дня. В 2 суток. То есть, одну капсулу в 2 дня. Каждому выдам по такой пластиночке. И это получится не на 10 дней, а на 20. Вот. И оно не навредит тогда детям. Сейчас сама приму. Тут и мне получится. Лица хватит. Одну капсулу в день только принимать нужно. И для лица можно будет мазать. Под глаза. Короче, весна пришла. Пора пить витамины. Рассказываешь, мальчик, не все понимал. Становись, я тебя сатарофирую. Вот так становись. Так как хочешь. Просто поворачивайся ко мне. Мальчик, не спой песенки какую-то. Практически три кота, да? Ну что, пойдем. Покажи. Дождь идет у нас. Потом покажу зайчик. Утки у нас. Утки у нас. Ну пойдем. Классно было. Сейчас бы покормить. Сейчас они близко. Я хотела батон взять и забыла. А они же не едят хлеб, по-моему. В прошлый раз им кидали. Это утки только едят. Кстати, уток, видишь, нельзя вроде бы хлебом кормить. Как тебе такое ограждение? Сетка и в ней камни. Прикольно, да? Можно так. В доме так можно этот забор делать. Вот таким способом. И ничего с ним не происходит. И не красить не надо. Ничего. Класс. Вообще. И вот так сделать. Типа один, потом вот тут еще один. А здесь можно цветы посадить. Красиво сделали. Мне нравится. Тут камни надо укладывать хорошо. Ну зачем ты лазишь там? Ну в досках кто-то сидит на ней. Может рыбаки сидят. Вот это что за черные уточки такие вон. Видишь, маленькие. Они у нас на озере тоже. Вот эти вот. Ой-ой-ой. Где там? Они какие-то необычные. Он такая стоит на этом. Вот. Ага. Мама. Вин. Вин. Как машина. Ага. Московский мост. Сейчас он, по-моему, по-другому называется. Мост Бендера или что? Не знаю точно. Вы заметили, что я сутка. Да. С Мишкой. Угу. Мы шли гулять. Уже не с Пандочкой. Но у нас дождь. А, да. В новых сапожках Виталенко. Угу. Так, ну что, пойдем дальше. Вообще, они должны быть сейчас в теплых краях, лебеди. Но они у нас почему-то летают. И живут. То ли зима теплая, то ли они перебазируются и потом улетают. А ты хочешь спуститься? Ну, давай. А что ты там хочешь? Что ты там хочешь? Ну, просто еще посмотреть. Там всякие птицы. Ну, тут тогда. Потому что, чтобы не ободраться, сапоги. Иди. Мы шли гулять на набережку. Это Ленка сегодня в школу не пошла. У нас. И, честно говоря, у нее чуть-чуть сопли и кашель. От соплей, я так понимаю. Утки, лебеди. У нас тут целый зверинец. Чайки, голуби. Да? Ага. Вон, смотри, написано, что нельзя кормить черным хлебом вообще. Почему? Ага. А ты что же, помнишь, что у тебя написано в этом, по-моему? Да, но там можно. Черным хлебом? Да. Ну, это, наверное, уток нельзя. Коричневый. Можно кормить лебедей только ячмень, овес, проса, пшеница, капуста и морковка. Понятно? Пшеница, капуста и морковка. А это чем нельзя кормить? Или можно? А про белый не написано хлеб. Значит, наверное, можно белый хлеб. Потому, так я видела, написано, что нельзя, наверное. Так, пришли мы с прогулки, вышли, гуляли под дождем. Сейчас, о, сейчас зашли в АТБ. Сейчас хорошая погода, пасмурно, но дождя нет, тепленько, на улице, в принципе. Значит, зашли в АТБ и зашли, Ермолина у нас, варек тут поставили. Взяли семейных килограмм пельменей. Потом я Виталиночки взяла. У нее блокнотик вот такой был, она уже его в офис списала, такой с собачкой. И мне еще вот такой понравился. Собаки, лошади, совы здесь. Короче, очень много разных животных. Вот и собаки, и бобры, и слоны, и кого тут только нету. И я взяла еще один. 6 гривен такие. Сколько тут листиков? 48, 48. Ну, этот почему-то тоньше, кажется. В этого толще обложка. Этот вообще мне понравился, даже как для меня, такой арт. Потом давно Виталиночка просила вот такие акриловые краски. 23 гривны они стоят. Я ей взяла 8 кольори здесь. В железных тубах они такие вот, как зубная паста. Вот. И взяла попробовать. Мы пользуемся только биковскими карандашами. Но почему-то мне показалось, что это хорошие карандаши. Не знаю почему. Вот. Memories Precious. Они двухсторонние. Они уже подточенные. Эти карандаши были недорогие. 15 гривен. Вот. Ну, я взяла. Если они окажутся плохие. Плохие для меня в том плане, что быстро ломаются. И когда точишь, ломаются. Вот. С одной стороны. Какой тут? Черный, да? Или зеленый. Черный. Нет, зеленый. А с другой стороны оранжевый. Вот так вот выглядят карандашики. Попробуем. Посмотрим. Если не понравятся, ну, что ж, не попробуешь, не узнаешь. Тогда буду брать только бик. Бик, конечно, карандашей хватает на год. Биковских карандашей. Талинка. Значит, вот и бэ. Мне несказанно повезло. Вот. Я взяла сметану ягоди. Ой, эту простоквашину. По 17 чем-то она там. Три коробочки. Потому, что сметана у нас, я уже говорила, как и молоко. Выходит в больших количествах. Молоко, это у нас чай с молоком. Хлопья. Ну, это хлопья только в последнее время. Чай с молоком мы очень любим. Черный. И что еще? Пьют просто так молоко с булочками. Не знаю, с чем угодно. Просто муж с халвой. Короче, кто с чем еще. Банка сметаны. Три. Три банки сметаны. Пакет молока ягодинского 3-2%. Мне там задавали вопрос, почему я молоко не покупаю домашнее. Ну, вообще, я домашнюю продукцию практически никакую не покупаю. Сметану я имею ввиду. Молочку. Творог. Творог я покупаю в основном для наличников. Так мы его есть перестали. Раньше я с чаем любила творог домашний. Сейчас я стала любить магазинный творог. Вот. Домашний слишком жирный. Если не жирный, то кислый. Я люблю, чтобы он был кусочком. Они вот такой, знаете, рассыпной. Я брезгую вообще. Очень брезгливо к еде. Вот. Я вам скажу так. Я не у каждого человека дома могу кушать. Вот. Сейчас покажу покупки и продолжу эту тему. Взяла вот такой чай. Ахмат. Тим. Мы пьем классический черный. Обычный батон. Какой-то кулиничий. Хороший он мягенький. Такой. Вот. Редьку взяла. Вчера редиску не взяла. Сегодня редка хорошая. В АТБ взяла. Сейчас со сметанкой себе сделаю салатик. И семечки взяла. Часть будем в салаты добавлять. Пророщу будем кушать пророщенные. И абрикос был по скидке сушеный. Курага. Урюк. Абрикос. Как хотите называть. И 15 длинный. Мы тоже любим просто так кушать. Все. Все покупочки были. Значит. Я к еде очень брезливо отношусь. Я, например, с детства молочное вообще не ела. У меня, если... Ну, я вам рассказываю так. Мне мама кормила молочной кашей. А у меня она обратно. У меня рвотный рефлекс был. Для меня молоко в вареном виде практически неприемлемо. Сейчас иногда мне хочется каши молочной. Типа овсяной, либо рисовой бывает. Больше другой я никакой не ем. Виталинка у меня любит гречку. Любит молочную кашу. Но мы как-то сейчас перестали кушать. Но она уже подросла. Вот. Маленькая, да. Она любила молочную. А мамную она еще, да, любила. Манка для меня в детстве это вообще была. Сразу рвота. В садике я не ела ничего молочного. В санатории, я помню, была мне, когда давали молоко. Это кипяченая, знаете, с пенкой. У меня рвотный рефлекс. Я не могла его пить. Я закрывала нос. Короче, у меня, и честно говоря, я абсолютно не молочный человек. И мне молочные продукты как таковые, в принципе, и по группе крови, и по... Вообще я читала, и по гороскопу. То есть я не расположена, я не молочный человек. Я мясной человек. Я люблю мясо. Сейчас я люблю овощи, зелень. Полюбила очень с мясом. Люблю вот кушать. Когда-то мы пошли с моей мамой к ее подруге домой. И она сварила горбузовую кашу. И говорит мне, будешь горбузовую кашу? Я такая, ну да, буду. Я же привыкла, что у меня мама варит кашу. И я так варю. И мама моя варила, и варит. На воде горбуз варится. И потом туда добавляется рис. И все. И сахар. Такая каша, да. А потом мы в тарелку насыпалась каша, это горбузовая. И по краю наливалось холодное молоко. И так берешь чуть-чуть горячей каши с холодным молоком. И это вкусно. А она сварила кашу. Я же не знала, что кто-то варит по-другому. Знаете, в детстве. Я же думала, все так готовят. А у нее была каша сварена горбузовая на молоке и с пшеном. Боже, как мне рвать хотелось от этой каши. Как мне было плохо. Я там пару ложек съела, и я не съела больше. Не смогла. Еще и молоко было домашнее. Оно воняло коровой. Я не могу. И запахи. Мне задают вопрос, почему я не использую коровье молоко. Потому что, во-первых, где купить коровье молоко? На рынках, на вот этих, где у нас тут возле дома все продается. Я не знаю, это коровье молоко, где они его берут, с каких коров. Лейкозные коровы, больные, здоровые, гормонные коровы. То есть, никаких гарантий нет. Потом оно, я смотрю, что продавцы стоят, вот эти вот, типа это ихное. Им подносят в бутылках, полтора литровых, это молоко. Вот. И некоторые сливают с этих бутылок в трехлитровую банку. Есть люди, покупают прямо полтора литра это молоко, не брезгуют в бутылке. Бутылки пластиковые вообще нельзя использовать повторно, да. Вот. А тем более, я знаю, что многие собирают их с мусорок. И потом продают вот этим вот торгашам, которые молоко продают, сыворотку и все остальное. Короче, где уверенность в домашнем молоке на рынке? Да, если бы у нас была бабушка в селе или какие-то родственники в селе, и я могла поехать там раз у них в неделю, да, купить это молоко. Либо же я знала конкретно человека, который держит коров и привозит точно это молоко. Но эти люди, они не торгуют своим молоком на рынке, вы поймите. Это молоко они собирают у разных людей. Это бизнес такой сейчас. Поэтому я знаю даже многих людей, которые ездят просто в селе, собирают там сало, кабушу, собирают творог, молоко, сметану, и потом торгуют на рынке просто как вроде это свое. Но они бизнесмены. Поверьте мне, человек, который держит 6 коров, даже 4 коровы, у него не будет времени стоять на базаре торговать. И, как правило, эти люди живут от Киева далеко, поэтому им даже сюда нет смысла ехать. Да, если бы мы жили в каком-то пригороде недалеко, ну, в маленьком городке, там, где села рядом, да, такие вот забитые, ну, как забитые, скажем так, с хозяйством, да, вот, то, возможно, там бы мы могли покупать продукцию такую. А вот в Киеве тут под Киевом никто коров не держит, понимаете? Вот. Под Киевом у нас везде коттеджи, у нас крутые дома, практически близко возле Киева, все круто и замечательно. Вот. А надо так километров 300-400 уже за Киев, там уже начинается хозяйство. А кто будет ездить? Даже 200 километров на сегодняшний день это тяжело. Это надо свою машину гнать, а свою машину дорого, очень по горючке. Вот. Сметану я тоже домашнюю не люблю. Она, нет, она жирная. Вот в борще ее растворяешь, ее не видно, один жир. И вкуса нет, сметаны нет, не люблю. Поэтому, как бы, едим то, что привыкли. Да, и я вообще человек городской, я родилась в Киеве, всю жизнь прожила в Киеве. И село для меня это, ну, такая, знаете, экзотика какая-то. Вот. Я бы хотела иметь дом в селе, да, но я бы не держала там, наверное, хозяйство. Огорода это точно нет. Сад я бы посадила, шикарный сад, чтобы там было много фруктов разных. И я бы посадила кусты. Малина, там, смородина, вот это все. Вот. Это классно, это ты можешь оставить, уехать на море на месяц-два, поехать куда-то отдыхать. И никаких с этим проблем не будет. А люди вот эту картошку садят, которая стоит 3 копейки, убиваются за эту картошку, раком стоят на огороде. Я считаю, это наше время, это просто, знаете, когда можно все купить, в том же селе ты живешь, можно купить у других. Вот. И горбатится, портит свое здоровье. Не видит, знаете, как мы там, у меня у мамы есть дом в селе, они купили там, вот, далеко от Киева. И там люди, ну как далеко, 200 километров от Киева где-то. Люди в Киеве говорят, ой, а мы ж колись были в Киеве, это было там в каком-то там 70-м роце, как там все изменилось, а вот это мы по телеку бачим, а как все изменилось, я думаю, господи, боже, это всю жизнь прожить в селе и в Киеве даже не быть. Мало того, что они живут возле Черкас рядом, они даже в Черкасы не ездят, вы представляете? То есть, ну, у них нет надобности ни погулять, ни покушать там, ни сходить куда-то. Они в этом селе всю жизнь, я не знаю, вообще, интересов людей никаких, никакого, знаете, в селах. Вот, поэтому тема села, конечно, для меня это, для меня это экзотика села, для меня это природа, отдых, частный дом, большая территория, возможность жить с семьей свободно, не зависеть от соседей там, да, особо. Вот, вот это для меня частный дом в селе. Вот, а все остальные, вот это вот, позы поломанной березки, стояние на огороде, это не мое. Если вам это в удовольствие, если вы это садите и получаете от этого огорода удовольствие, тогда да. А так, знаете, как многие кряхтят, пыхтят, то цежья там, это у меня давление, мне не треба ссапать ту картоплю. Господи, да я бы ее бросила, пусть она там хоть зарастет и пропадет. И не стояла бы я на огороде. Вот. А в удовольствие, да, если бы мне было в удовольствие, я бы посадила там зеленушечку, помидорчики, я люблю огурчики, я бы это посадила. Вот. Ну, вот такая вот, вот такое мое мнение. Все, покупки вам показала, сварю сейчас пельмешки и пойдем отдыхать, Света Линка, у нас сегодня хор.